Всем привет, с вами Фадеев Руслан, WWE-влог и очередной обзор событий мира рестлинга. На самом деле, за последнее время накопилось довольно много интересных новостей, которые хотелось бы обсудить, так что на то, чтобы растекаться мыслью по древу, сегодня точно нет времени, но я все равно постараюсь прокомментировать все самое интересное. Давайте начинать! Итак, первый уикенд сентября получился, ну, очень продуктивным в плане каких-то больших рестлинг-шоу, и первыми здесь выступили WWE со своим Clash at the Castle, большим стадионным шоу в Великобритании. Ну, я уже сделал полноценный обзор на это PLE, можете ознакомиться с ним на канале, если этого все еще не сделали. Так что полноценно разбирать это шоу сейчас, естественно, я не вижу никакого смысла, но если кратко, то шоу получилось отличное, плохих матчей там не было вовсе, они все были хотя бы среднего уровня, а многие из них так и вообще прекрасные. Что уж тут говорить, если сам Дейв Мельцер расщедрился на 5 звезд для матча Шеймуса и Гюнтера. Я, правда, с этим не совсем согласен, мне кажется, что он слегка перехвалил этот поединок, но тут уж как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, кому-то нравится такой рестлинг особенно сильно, для того, наверное, это пятерка. Тут каждый решает сам за себя, в любом случае матч был хороший, и таких бы хотелось видеть в WWE побольше. Ну и интересно, кстати, что это уже вторая пятерка в WWE за этот год, и если углубиться в историю, на самом деле чаще как раз пятерки получались в WWE дуплетом. То есть, что я имею в виду, в 94-м году были первые две пятерки на WrestleMania и на SummerSlam, потом в 97-м году тоже было две пятерки, это Стив Остин на WrestleMania против Бретта Харта и первый в истории матч Hell in a Cell. И вот сейчас, в 22-м году, мы тоже имеем уже две пятерки, Коди против Сета, теперь вот, соответственно, Шеймус и Гюнтер. Единственное исключение, это 2011 год и тот самый памятный матч Джон Сина против Сиэмпанка, но там, конечно, пятерка, на мой взгляд, была бесспорная. Возвращаясь к теме Clash at the Castle, с одной стороны, там вроде бы не было ни одной титульной смены, и обсуждать-то вроде как нечего, но несколько важных событий там все-таки произошли. Во-первых, воссоединилась группировка Imperium и Джованни Винчи, которую раньше звали Фабиан Айкнер, снова воссоединился, собственно, со своими бывшими напарниками. Теперь они снова выступают вместе. И, кстати, я рад еще, что убрали, наконец-то, у Гюнтера этот странный красный камзол, или как эта одежда называется. Теперь они снова в черном, выглядят более строго, и мне такой подход нравится больше. Ну и вообще, воссоединение Imperium это однозначный плюс, на мой взгляд, потому что я изначально не понимал логики в том, почему их разбили, и Людвига Кайзера с Гюнтером отправили на смэк, а Джованни Винчи решили вообще пересобрать с новым именем и образом. Мне кажется, что эта троица смотрится очень органично именно сообща, и теперь и у Гюнтера будет какая-то более весомая поддержка, и вот эта парочка Бартель и Айкнер, как я привык уже их называть, они очень неплохо усилят командный дивизион с Мэкдаун. В общем, я думаю, что это отличное решение. Ну и также Clash at the Castle, конечно же, запомнился Хилтерном Доминика Мистерио, и хотя я не совсем понял его действия с точки зрения логики, в комментах к обзору некоторые писали, что там были определенные предпосылки, и обоснования для этого, что там Доминик якобы мог обидеться на то, что его отец предпочел ему Эджа, и вот в итоге они как бы победили, и то, что Рэй начал праздновать именно с Эджем, как будто плюнув на сына, ну, возможно, в этом действительно есть какая-то логика. Так или иначе, на последующем выпуске Ро уже стало очевидно то, что Доминик полноценно присоединился к группировке Судный день. Опять же, мне кажется, очень удачное решение. Наверное, даже могли это чуть раньше сделать, на мой взгляд. Но так или иначе, мы увидим какое-то развитие Доминика, и это интересно смотрится еще и на контрасте, потому что Доминик, он все-таки вот эти пару лет, что он выступает, он постоянно вызывал вот, ну, вызывает такое ощущение, что он просто какой-то подросток, и на фоне Ри и Рипли, которая, по сути, его ровесница, но она выглядит гораздо брутальнее и мужественнее, чем сам Доминик. И вот теперь она пытается сделать из него мужика, и за этим, я думаю, будет довольно интересно наблюдать. Также на Clash of the Castle дебютировал рестлер NXT Соло Сикоа, который является младшим братом Усо, и, по сути, он присоединился к группировке Bloodline, уже провел матч в составе этой группировки на SmackDown, и тут можно по-разному относиться к этому решению. Возможно, Соло Сикоа еще достаточно зеленый для того, чтобы выступать на таком высоком уровне, но с точки зрения того, что он будет выступать вместе со своей родней в группировке Bloodline, все как-то тут очень логично смотрится, и мне кажется, что в таких условиях он и расти профессионально будет гораздо быстрее. Так что с данным решением я, в принципе, тоже согласен. Ну и последний забавный момент, который касается шоу Clash of the Castle, те, кто смотрел эфир, могли заметить то, что там была какая-то странная концовка, когда Тайсон Фьюри и Дрю Макентайр стояли на ринге, общались с публикой, пели для них какие-то песни, и все выглядело так, что это уже как будто и не эфир, это вот чисто нацелено на местную британскую публику, и оказалось, что да, так и есть, просто кто-то не дал вовремя отмашку, что все, пора вырубать оборудование и отключать стрим, и это случайно попало в итоговую трансляцию. Вот так вот бывает даже на таком высоком уровне, как стадионное шоу WWE. Брон Строумен вернулся в WWE на последнем выпуске RAW. В принципе, обо всем я уже говорил в предыдущем новостном ролике, о том, что это, скорее всего, произойдет, и то, что я это всячески одобряю, потому что, ну, таких гигантов, как Строумен, сейчас просто не срыскать. Он очень массивный, мощный, быстрый, подвижный, и, в принципе, за последние годы в WWE он показывал себя очень круто, он показывал прогресс, и его надо было возвращать. Вернулся он, правда, пока довольно странным образом, потому что он появился и на Ройнас Мэкдаун, но и там, и там он разносил команды, которые вообще непонятно, зачем ему сдались. Все это наталкивает, конечно же, на шутки о том, что он скоро вернет Николаса, с которым он выигрывал командные титулы на 34-й Рестлмани, и то, что они снова пойдут за командниками. Сам Николас, кстати, тоже обратил на это внимание в своем твиттере. Но я думаю, что это просто такая временная инициатива, чтобы напомнить всем, насколько Строуман мощный, что он там может по несколько людей сразу вырубать. И я вообще не исключаю того, что именно Строуман станет одним из ближайших соперников Рейнса в матче за титулы, возможно, на шоу Crown Jewel в Саудовской Аравии, которое состоится в начале ноября. Но перед Crown Jewel нас ожидает еще одно ПЛЕ от WWE, а именно 8 октября состоится шоу Extreme Rules, и у нас уже известен первый матч на это премиум-шоу. Лив Морган снова будет защищать женский титул SmackDown от Ронды Раузи. Ну, если что-то пытаться предварительно прогнозировать, я все еще думаю, что у Лив чемпионство не отберут, что Ронде оно, в принципе, сейчас не особо и нужно. И, возможно, именно здесь, наконец, вернется Шарлотта Флэр, потому что у меня был такой прогноз еще на SummerSlam, когда у них был первый матч, но тогда этого не произошло. Но сейчас, мне кажется, уже пора возвращать Шарлотту и, может быть, в каком-то виде возобновить их фьюд, чтобы Шарлотта вмешалась в этот бой, помешала Ронде победить. Тем более, что, мне кажется, этот матч в итоге станет матчем по экстремальным правилам. Уж слишком буйная в последнее время Ронда Раузи, постоянно там кого-то вырубает и все такое. Так что на шоу Extreme Rules, я думаю, какой-то гиммик им придумают. Пока что матч по обычным правилам, но мне кажется, что это изменится. Рестлером WWE стали активно возвращать их полные имена, которые у них когда-то забрали. Так, за недавнее время Томасо Чампа, Мэтт Риддл и Остин Терри вернули себе полные рингнеймы. И мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что так они звучат, ну, как-то серьезнее. И уже их можно представить в качестве мейн-ивентеров, скажем так. Ну, потому что, не знаю, Остин Терри звучит все-таки как-то более официально и более круто, чем просто, там, чемпион WWE Терри. Терри. Ну, не знаю, Терри по-русски вообще идиотски звучит. Поэтому, слава богу, что вот вернулись к нормальным именам. Причем я не являюсь прямо ярым хейтером того, что вот все, любое сокращение имени, это ужасно, зачем так делать? Например, ну, сокращение Сезара, вот, от предыдущего его рингнейма Антонио Сезара, мне кажется, оно пошло только на пользу. Просто Сезара звучит как-то звучнее, красивее. Имя Антонио ему, ну, не то чтобы сильно подходило, как мне кажется. Ну, и в случае, допустим, каких-то команд, вот то, что сейчас Лос Лотариус, а не просто Энджел и Умберто, мне кажется, это тоже абсолютно нормально. В командах как-то гораздо проще, когда вот есть просто два имени. Ну, и вообще не стоит забывать то, что многие сокращения имен, особенно в последнее время, это не просто, там, маразм Винса Макмена, то, что он не может запомнить имя и фамилию, ему проще вот одно имя. Это во многом связано и с торговыми марками, для того, чтобы вот конкретные имена, они оставались торговыми марками W и W, которые после ухода рестлера из компании не могли бы ими использоваться. Так что в этом было и практическое применение. Не знаю, как сейчас будет с этим, может быть, у Triple H как-то попроще видение в этом направлении. Но вот реально, в последнее время, конечно, доходило просто до идиотии какой-то вот с этими сокращениями имен. Допустим, вот просто Чампа, ну это так странно звучит. Или вот, ну, в принципе, вот это, что последнее пошло, Риддл, Терри, Аксиом. Типа, загадка, теория и аксиома. Это просто какой-то уже учебник по тригонометрии или типа того. Очень странно всё это звучало, но теперь это в прошлом. Fightful Select сообщили, что USA Network довольна выбранным направлением WWE в креативной составляющей и ростом зрительской аудитории RAW. Ну, здесь, в принципе, всё абсолютно логично. Для телевизионщиков главное, чтобы росли рейтинги, росла аудитория. И действительно, последние показатели RAW показывают, что Triple H с этим успешно справляется. Причём он не делает ничего прям сверхъестественного. По сути, он действительно перерабатывает почву под своё видение, возвращает каких-то людей, с которыми он уже работал в NXT. Но, мне кажется, здесь он как раз делает всё достаточно правильно. Какая-то вот общая казуальная аудитория WWE, она, ну, так или иначе, плюс-минус остаётся. А Triple H своими последними действиями как раз вот он расшевелил вот эту вот смарковскую аудиторию, которая вот прям вот рестлинг, 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 которые там смотрят AEW, следят за всеми инсайдами и так далее. Вот им стало интереснее посмотреть, что сейчас меняется в WWE. И какая-то часть вот этой смарковской аудитории, она, скорее всего, как раз вернулась к просмотру, что и вылилось в эти подросшие цифры рейтингов и аудитории. Продолжая тему Triple H, от WWE выпустили пресс-релиз, в котором указали новую должность Triple H. Теперь он является главным директором по контенту, или, как это звучит по-английски, Chief Content Officer. При этом отчитываться по работе он будет своему начальнику, со-генеральному директору WWE, Нику Хану, который раньше был финансовым директором, а теперь они, по сути, наравне со Стефани Макмен. Какая-то вот такая структура получается в компании, и, в принципе, мне это нравится. С одной стороны, структура достаточно четкая и понятная, то есть есть конкретное разделение зон ответственности, то есть Стефани занимается таким брендингом и развитием WWE в комьюнити, в пиар и все в этом духе. Ник Хан, он, скорее всего, отвечает вот все-таки больше за финансовую составляющую компании, и работает с новым теперь уже финансовым директором. А вот Triple H, он немножко в стороне от всего этого, он занимается именно контентом, то есть тем, что в итоге получит конечный потребитель, увидев это по телевидению. То есть то, что касается нас в первую очередь, финального продукта WWE и качества их шоу. То есть его в меньшей степени заботит какая-то там бюрократия, и все вот эти корпоративные дела, он сосредоточен на том, что показать зрителю. И это довольно важно, это немножко другой подход от того, что было раньше, потому что Винс Макмен все-таки сочетал в себе очень много ролей. Он был там и председателем совета директоров, и, конечно же, последнее слово за ним всегда было в плане сценариев и так далее, и так далее. Он был всем, вот, всем WWE. Теперь все это более структурировано, и я надеюсь, что рабочий процесс пойдет в WWE должным образом. Пэт Макофи на время оставит пост комментатора SmackDown. Связано это с тем, что его позвали на телеканал ESPN освещать студенческий американский футбол. И, скорее всего, он будет очень плотно занят в этом проекте и не сможет разъезжать по городам для комментирования Смэка. Это, конечно, слегка печалит, потому что Пэт Макофи чрезвычайно энергичный чувак. Он просто вот создает какую-то свою собственную атмосферу на еженедельнике, делится своей энергией, у него много каких-то своих фишек и забавных штук. Но, с другой стороны, от всего нужно отдыхать, делать перерыв. Так что, я думаю, он в любом случае вернется к своим обязанностям по комментированию, когда сезон закончится. Он и сам отдохнет от всего этого и вернется с новыми силами, и я тоже буду рад видеть его возвращение. Интересные подробности появились насчет того, как Брок Лесснер отреагировал на уход Винса Макмэна с поста директора WWE. Если помните, в тот самый день проходило шоу «Смэкдаун», куда был изначально заявлен Брок Лесснер, но незадолго до старта шоу появились такие новости, что Лесснер был взбешен вообще тем, что Винса больше не будет в WWE, и что он покинул арену, что он не собирался участвовать в шоу. И я тогда, если честно, не очень поверил в эти слухи, потому что в итоге Лесснер появился в концовке шоу, он там провел F5 Терри, и в принципе все было сделано довольно круто. Так вот, Triple H в недавнем интервью пролил свет на эту историю и сказал, что да, на самом деле Лесснер был очень опечален этими известиями, и он на какое-то время покинул арену, чтобы все осмыслить и все такое, что он на самом деле не очень доверчивый человек, и Винс Макмэн был одним из тех, кому он мог доверять, с кем он вот готов был работать и сотрудничать. Но через какое-то время он перевалил эту новую информацию, потом они с Triple H долго беседовали о том, как он видит будущее Брока Лесснера в компании, и Лесснера в принципе все устроил, и сейчас с этим все хорошо. И это, мне кажется, главное, потому что Брок Лесснер, это, конечно, такой мощный актив, который действительно был долгое время привязан именно к Винсу, но вот такой актив, который не хотелось бы терять, с ним еще много чего интересного можно сделать, и мейн-эвент Саммерслэма, это, конечно, большое тому подтверждение. По инсайдам Дэйва Мельцера, у Triple H есть большие планы на Ракель Родригес, и выигрыш ею командных титулов, это лишь первый этап продвижения. Triple H планирует в будущем сделать из нее большую звезду. И здесь, в принципе, никакой новости для меня нет, мне кажется, было вполне логично, что на Ракель в WWE в принципе довольно большие планы еще до прихода Triple H к власти. Ну, а теперь так и подавно, я думаю, что в Ракель он в принципе уверен. И действительно, если рассматривать вот сейчас команду Ракель и Али, сравнивая ее с Рокерами, классическое такое сравнение, то мне кажется, тут абсолютно понятно, кто из них Шон Майклс, а кто Марти Джанетти, как говорится. И, скорее всего, Ракель будут очень сильно продвигать, у нее будет много титулов, если она ничего не запорит. Возможно, будет практически на уровне Бьянки Белэр. Действительно, у нее есть все данные для того, чтобы стать большой звездой, и особенно для латиноамериканского рынка, который, как известно, в Северной Америке достаточно обширный, там много фанатов, и всегда должна быть какая-то мощная латиноамериканская звезда. И вот, кстати, в женском дивизионе такой давненько что-то не было. Ракель на эту роль отлично подойдет. WWE анонсировали, что Королевская битва в следующем году пройдет на стадионе Alamo Dome в Сан-Антонио, штат Техас, где уже ранее проходили Королевские битвы 97-го и 2017-го года. Ну, по сути, это новость одной строкой, комментировать тут особо нечего. WWE продолжает проводить свои большие шоу на больших аренах, ну и Alamo Dome это, в принципе, уже такой проверенный вариант, так что здесь все стабильно. Но я также хотел бы отметить то, что это шоу пройдет 28 января, в субботу, и это довольно знаменательная дата, потому что это будет прямо на следующий день после 10-летнего юбилея WWE-влога моего, собственно, детища, которому я как раз-таки посвятил последние 10 лет. И мне кажется, что это будет, конечно, отличный повод для того, чтобы собраться с Старой Гвардией и записать беседку к Королевской битве по случаю 10-летнего юбилея. Я надеюсь, что смогу как-то расшатать Вадима и Ростика на то, чтобы они хоть немножко посмотрели там Ройс, Мэкдауны, да, после Нового года, были немножко в теме хотя бы по последним новостям, и чтобы мы действительно смогли записать какой-то видосик с прогнозами, как в старые добрые времена. Пока ничего не обещаю, но мысли такие есть, будем прорабатывать. По информации Wrestling Observer, в последнее время WWE слегка охладели к продвижению Гейбла Стивсона. Напомню, что это олимпийский чемпион по борьбе с Олимпиадой в Токио, на которого они возлагали очень большие надежды. И, как вот утверждает Дейв Мельцер, план состоял в том, чтобы в марте этого года, когда заканчивался студенческий спортивный сезон, уже собирались, видимо, после Wrestlemania подключать Гейбла Стивсона к каким-то сюжетам, к активным выступлениям. Но оказалось то, что он не очень хорошо прогрессирует на тренировках по рестлингу, что у него там все не очень хорошо получается. Ну, действительно, наверное, поторопились, потому что, видимо, за счет того, что сам Гейбл Стивсон был очень заинтересован в том, чтобы выступать в рестлинге, и WWE увидели в нем чуть ли не второго Курта Энгла, еще и темнокожего, что сейчас тоже немаловажно, я думаю. Видимо, за счет всего этого WWE очень хотели форсировать все это и сразу вот запустить его в какие-то топовые сюжеты, возможно, быстро дать ему какой-то мировой титул. Но, правда, жизнь оказалась более суровой, не у всех оказываются способности вот быстро перестроиться с одного вида спорта на рестлинг, и тут же просто блистать и показывать какие-то пятизвездочные матчи. Конечно, всему нужно учиться, в том числе и олимпийским чемпионам по борьбе. Но я думаю, что рано, конечно, ставить на нем крест, потому что он действительно атлет довольно-таки выдающийся, и даже его брат, если кто не знает, брат Гейбла Стивсона, выступает в NXT под именем Дэймон Кэмп, и даже он там что-то, ну, как-то двигается, показывает какой-то прогресс, и, в общем-то, я думаю, что потенциал у Гейбла Стивсона в любом случае имеется, просто не нужно торопиться. Перед тем, как мы продолжим, напомню, что у меня есть свой ламповый телеграм-канал Руссалмания, подписаться на который вы можете либо по ссылке в описании, либо по вот этому QR-коду. Там я делаю всяческие заметки, не только о рестлинге, а обо всем, что меня интересует, и, конечно же, там публикуются все мои видеоролики, так что подписывайтесь и ничего не потеряйте. Ну, а мы передвигаемся к теме NXT. И, конечно же, стоит обсудить шоу за 4 сентября, NXT World's Collide, на котором произошло объединение титулов NXT и NXT UK. Хотя, на мой взгляд, это больше было похоже, на самом деле, не на объединение, а на поглощение. Можно сказать, тейковер произошел настоящий, потому что все-таки американский NXT, он смотрелся как-то что-то более весомое, а титулы NXT UK, они, по сути, просто прекращают свое существование. И вот в большинстве матчей, собственно, американцы и оказались в выигрыше. Бронбрейкер стал неоспоримым чемпионом NXT, Мэнди Роуз стала неоспоримой чемпионкой. Единственные, кто немножко удивили, это Pretty Deadly, которые, кстати, в свое время успели побывать и британскими командными чемпионами, и также и командными чемпионами NXT. И теперь вот они вернули себе эти трофеи, стали неоспоримыми чемпионами. А случилось это потому, что Дэймон Кэмп, по сути, предал братьев Крит. Но не сказать, что это было супер неожиданно, потому что, на самом деле, в последние месяцы внутри Даймонд Майн постоянно какие-то междоусобицы. Так что этот момент был даже отчасти предсказуем. Если рассматривать шоу с точки зрения качества рестлинга, то, в принципе, оно меня вполне порадовало. Очень понравился матч Кармела Хейса и Рикошета. Они прям идеально сочетались между собой. Мейн-эвент тоже не подкачал. Брон Брейкер и Тайлер Бейт выдали классное зрелище. Мне кажется, это вообще один из лучших матчей в карьере Брона Брейкера. Тут, конечно, большая заслуга его сопернику Тайлеру Бейту. Ну и на удивление мне в целом зашел и женский матч трехсторонний. Хотя казалось, что девушки будут как-то плохо сочетаться между собой. Вот Мэнди Роуз и Мейка Сатамура. Это вообще как-то в моем представлении абсолютно две разные полярности в мире рестлинга. Но вот в целом, как-то втроем у них получилось показать добротный матч. Никто особо не выпадал. И мне было интересно следить за поединком. Кстати, незадолго до проведения шоу All Out я увидел следующую новость о том, что PW Insider предполагает, что Triple H намеренно устроил World's Collide в тот же день, что и All Out 4 сентября, чтобы отыграться за все те разы, когда Тони Хан пытался навредить ему. Но я что-то вообще не понял эту новость, потому что вообще-то World's Collide специально был проведен в другое время, в отличное от All Out. То есть оно началось по восточному американскому времени в 4 часа дня, чтобы как раз уложиться до 7 вечера, когда там стартовали, собственно, основные события All Out. Так что они не пересекались по времени с All Out и конкурировать по факту между собой не могли. Ну и если говорить о потенциальных зрителях непосредственно на арене, шоу NXT проходило в подготовительном центре WWE, где помещается там, дай бог, 300 человек. И это очень далеко от Чикаго, где, собственно, проводилось шоу All Out. В общем, откуда они придумали какое-то там противостояние и месть за войну по средам, которая в свое время была, я не знаю. Тут вообще просто высосали из пальца какой-то инфоповод. Но войну по средам я, кстати, вспомнил не просто так, а дело в том, что эту тему затронули в недавнем интервью Triple H. И он сказал, что на самом деле никакой прям войны между ними не было. Он сказал, что AEW просто победили их подготовительную площадку, и в этом они, конечно, молодцы, но никакой войны никогда не было, и в компании даже близко не было давления по типу «ты должен их победить». Ну, здесь есть ощущение, конечно, что Triple H слегка лукавит. И да, формально NXT всегда, в принципе, была подготовительной площадкой, но именно вот во время запуска шоу «Динамит» от AEW, NXT очень сильно стали преобразовываться, они перешли на двухчасовой формат, они перешли на телевизионный слот, и очень часто прям вот впритык конкурировали с AEW, если они ставили какой-то мощный матч или спецвыпуск, и NXT старались в это же время сделать что-то интересное. Ну и все мы помним Survivor Series 2019 года, где NXT действительно был поставлен как полноценный третий бренд, они даже победили Royce McDowen тогда. В общем, они всеми силами пытались доказать, что это третий бренд, а не просто подготовительная площадка. Хотя все равно, ну, определенная правда в словах Triple H была, то, что, ну, AEW не конкурировали там с WWE непосредственно, до Royce McDowen, до этих рейтингов им было далеко, и NXT все еще оставался, ну, по сути, третий степенным шоу для WWE, и то, что они там их победили по рейтингам, и то не сказать, что они там их просто раздербанили по полной, все-таки были моменты, когда они шли нос к носу, ну, это как бы все немножко другое. В общем, Triple H тут явно где-то лукавил, но, как говорится, со дна постучали, и это был Крис Джерико, который решил прокомментировать это интервью, и он начал набрасывать просто говна на вентилятор в каких-то немыслимых объемах, начал говорить, что да все он врет, что это была неподготовительная площадка, что это был третий бренд, что вообще NXT отстой, что у его босса Тони Хана гораздо больше денег, чем у WWE, и что они продолжат существовать, и это будет бесить WWE, и закончил он эту речь тем, что нам вообще на них все равно. Настолько вот все равно, что он выкатил вот эти вот все тезисы в открытом виде, и не знаю, для меня все это какой-то детский сад, особенно вот это мерение деньгами, то, что там NXT отстой, хотя, ну не знаю, если он говорил о периоде как раз войны по средам, то NXT порой выдавал очень неплохой продукт, да и на самом деле мне и сейчас NXT порой очень нравится, особенно в плане стори-тейлинга и развития персонажей, в этом плане они уделывают практически всех, вот, но вот это вот, я не знаю, людям по 50 лет уже, а они вот в своих спорах ведут себя очень странно, Triple H еще ладно, он как-то так, ну спокойно все рассказал, да, немножечко с подводными камнями, так сказать, которые мы обсудили, но вот Джерика порой, конечно, начинает городить такое, я надеюсь, что он это делает даже немножко с юмором, как он в свое время задвигал тирады о том, что он там демо-гад, и что вообще демо-рейтинг решает, это все-таки, ну там была определенная ирония, как мне казалось, но вот здесь, ну даже не знаю, детский сад. Еще одна новость, касающаяся NXT, которая меня немного заинтересовала, это такой инфоповод, который поднялся в сети, по поводу того, что флеш Морган Вебстер из ростера NXT UK был уволен из компании, не восстановившись после травмы, что раньше WWE как бы старались этого не делать, и хотя бы дожидались полного восстановления Рестера, ну а потом уже заканчивали с ним какие-то контрактные обязательства, но мне кажется, что в данном случае сравнение несколько неприменимо, потому что здесь, в принципе, Brent NXT UK полностью расформировывается, и там был длинный список тех, кто освобождается от контракта, и я бы сказал, что здесь, в принципе, речь идет не столько об увольнении конкретных Рестеров, сколько о, ну скажем так, ликвидации предприятия, если переносить это на обычный юридический язык, и вот то, что он был травмирован, ну как бы, тут уж его проблема, я не думаю, что там всех уволили просто так, зачистили без выходного пособия, я думаю, там со всеми расстались на хороших отношениях, и я думаю, многих из них будут еще рассматривать для того, чтобы в будущем подписать их на бренд NXT Europa, если они, конечно, этого захотят, когда он, собственно, будет сформирован. Ну а теперь мы переходим к блоку All Elite Wrestling, и здесь, конечно, есть что обсудить, потому что новостей была целая куча, было много скандалов, и так далее, все это сегодня разберем, но начнем, конечно же, с шоу AW All Out, которое прошло 4 сентября в Чикаго, я даже сделал небольшое исключение, и посмотрел это шоу на стриме, вместе с моим товарищем и коллегой Константином Набиевым из Wrestling Bar, и в целом у меня остались довольно положительные впечатления от этого шоу, оно было достаточно крепкое, но все-таки на шоу было 15 матчей с учетом пришоу, и это, мне кажется, большой перебор, слишком много лишнего было, и хоть некоторые из матчей по итогу оказались короткими, и, в принципе, много времени не заняли, но все равно промки, выходы, вот это вот все, оно все равно отнимает время и распыляет общее вот восприятие, сбивает просто внимание с каких-то крупных матчей и действительно важных сюжетов и событий на вот какие-то такие мелкие между собойчики, которые, без которых вполне можно было обойтись. В общем, шоу хорошее, но слишком много лишнего. Если бы они слегка вот подрезали карт, ужали его до каких-нибудь там, ну, классических там, восьми матчей на шоу, то, мне кажется, получилось бы гораздо лучше в плане вот этого общего восприятия, потому что качественные матчи там, конечно, были. В первую очередь выделяются, как мне кажется, матч за командные титулы Трио, которые, ну, собственно, впервые появились на этом шоу. Новыми и первыми чемпионами стали Элита, Кенни Омега и Янг Бакс. Это был очень классный матч против Темного Ордена и Хэнкмана Пейджа. Мне прям понравилось. Но еще чуточку больше мне понравился матч за командные титулы. Кит Ли и Сверф Стрикланд защитили успешно свое чемпионство от команды Эклеймд, которая для меня здесь просто раскрылась как-то невероятно. Этот матч я вообще особо не ждал, но по итогу крайне кайфанул от просмотра. Еще зрители там сделали свое дело. Это было здорово. Остальные матчи были, в принципе, норм, большинство. Но вот как-то больше всего зацепили только эти два. Если говорить по событиям, то я думаю, стоит отметить то, что Тони Шторм победила в четырехстороннем матче и стала временной женской чемпионкой AEW. Но тут как бы и результат был достаточно предсказуемым. И матч сам по себе вышел, ну, довольно средним. Я ему поставил троечку, Мельцер, по-моему, тоже. И вся эта тема с временными титулами меня уже тоже сильно раздражает. Поэтому каких-то прям суперэмоций я от этого результата не получил. Ну, и еще одно большое событие. Это, конечно же, победа CM Punk'а в матче против Джона Моксли. Он стал двукратным мировым чемпионом AEW. Но тут же его ждал неприятный сюрприз, потому что MJF совершил возвращение на этом шоу в виде Джокера в матче Казино Лэддер Матч. Ему даже не пришлось там подниматься по лестнице. Для него... За него уже сделали всю работу. Он просто получил фишку, будучи под такой стрёмной достаточно маской. И, собственно, в концовочке он показал свое лицо, то, что да, MJF, он вернулся и теперь ждет своего титульного матча. Это все, конечно, круто. MJF в качестве чемпиона я хотел бы увидеть. Но меня тут смущает опять какая-то собранная на коленке группировка, которая окружает MJF. Это там вообще какой-то просто тотально рандомный состав, какие-то случайно набранные по объявлению люди. И вот они, типа, теперь новая гвардия MJF, они будут подчищать за ним хвосты. Не знаю, меня прямо вот вымораживает вот эта тактика AEW, что у всех должна быть какая-то группировка, какой-то табор, который с ними ходит. Просто ну сколько можно? Почему всегда обязательно должна быть группировка? Дайте вы уже MJF спокойно, свободно дышать и показывать себя как сильная личность и индивидуальность, а не вот это вот постоянное хождение с толпами. Ну и за последнюю неделю я окончательно убедился в том, что сюжеты в AEW, то, что мы видим по телевидению, просто сосут по сравнению с тем, что происходит у них в закулисье. Вот там действительно интересно. И я думаю, вы все уже слышали об этом конфликте, который произошел между CM Punk'ом и Элитой. И, ну, давайте кратко пройдемся по событиям, как к этому пришло, что там вообще случилось, что нам со всем этим делать. Ну, собственно, началось все с пресс-конференции, которая состоялась сразу после шоу All Out, и там CM Punk начал рубить правду матку, говорить все, что ему не угодно. И он там немного зацепил Адама Пейджа, причем я все еще не понимаю, какие у него конкретно к нему претензии. Было очень много новостей, но они как-то, ну, не знаю, не особо проливают свет на проблему, которая между ними возникла. Также он сказал о том, что он не причастен к тому, что происходит сейчас с Кольтом Кабаной, что его, по сути, не показывают по ТВ, и как бы задвинули на Ринго Фонар, который как бы есть, но его как бы и нет. Ну, мне кажется, что Punk здесь тоже слегка лукавит, потому что, да, возможно, он вот прям не говорил, не выдвигал каких-то условий, что я как бы вот, да, участвую в AEW, но вы убираете Кольта Кабану, я не хочу с ним никак пересекаться. Возможно, этих слов от него и не было сказано, но все понимают, что он так или иначе, что руководство и Тони Хан, скорее всего, просто сами предусмотрели этот момент и решили, что, ну, Punk для нас более важная фигура, ну, а Кольт Кабана, сорян, типа, ты пока посидишь там на каком-нибудь более дешевом контракте и особо выступать и светиться не будешь. В общем, в любом случае, появление Панка оказало влияние, так или иначе, на будущее Кольта Кабана, мне кажется, это очевидно. Ну, и главное и последнее то, что он там обвинил элиту, в том, что они распускают про него слухи, в том числе, вроде как, вот эти слухи про то, что именно Панк настаивал на том, чтобы Кабаны не было на шоу. Ну, и в итоге все это привело к закулисной драке. С одной стороны, Сиэм Панк и его тренер и кореш Эйс Стил, с другой стороны, Элита, собственно, Кенни Омега и Янг Бакс. Причем есть разные версии произошедшего. Элита настаивает на том, что они просто пошли спокойно поговорить, а Панк начал на них ругаться и кидаться с кулаками. Версия Панка же состоит в том, что они там вообще выломали дверь в его раздевалку и первые пошли в атаку. Просто Мэтт Джексон промахнулся, и Панк, получается, ударил его первым, потому что попал в цель. В общем, не знаю, там пишут, что Эйс Стил кусал Кенни Омегу, потому что Омега, в свою очередь, пытался схватить собаку Панка по кличке Ларри, чтобы как-то ее обезопасить. Плюс там была замешана жена Эйса Стил, просто какой-то кавардак, причем, ну, какие-то факты сходятся в разных местах, просто они описаны несколько с разных точек зрения. И в итоге, вот, буквально сегодня появилась такая репродукция, скажем так, как все это выглядело. Меня очень позабавила эта штука. Прям сделана очень круто, особенно Кенни Омега с собачкой. Это просто милота. Ну, факт остается фактом. Драка произошла, и, скорее всего, эта драка несюжетная. Хотя, конечно, вот одни из первых версий были о том, что это все кейфеп. Это просто маскируется под реальную драку, под реальный конфликт, но по факту это, типа, это все сюжет, вы дурачки, если это не понимаете. Но, не знаю, я сразу подумал о том, что вот начиная с предконференции, что это вообще ни хрена не похоже на сюжет, потому что, ну, во-первых, вот те слова, что там Панк говорил про элиту, мне кажется, эти ребята просто не позволили бы ему сказать, вот именно если бы это было по сценарию, потому что эти ребята, те еще обиженки, они постоянно кучу раз там удаляли свой твиттер, если где-то их как-то задевали, кто-то там ответил им как-то некорректно. У них очень, очень тонкая душевная организация, поэтому это не про них вообще совершенно. И, ну, второй пункт, это то, что банально, то, что произошло, оно никак не пересекается, вообще никак не коррелирует с тем, что мы в итоге видим в настоящих сюжетах на телевидении. То есть Панк сейчас как бы герой в Чикаго, он берет титул и сейчас готовится к тому, чтобы встречаться с МДЖФом, который вроде как главный злодей. И тут внезапно вот этот конфликт с элитой, типа какие-то непонятки, к чему это, как это вообще соприкасается с тем сюжетным вектором, который был выбран ол-элит-рестлинг. То есть тут вообще это как-то никак не вяжется, и как это можно принять за сюжет, я не знаю. Ну и третий момент, который как бы говорят, что ну вот, типа тут же закулисная драка, они просто подогревают этим интерес, чтобы об этом говорили, чтобы это привлекало внимание, чтобы поднять рейтинги шоу. Но даже в этом плане все очень спорно, потому что не сказать, что рейтинги у последнего Динамита были какие-то крышесносные, и если посмотреть на таблицу с рейтингами по четвертям, то есть по 15 минут, то прям видно, как сначала интерес действительно был, был пробит миллион двести тысяч, видимо действительно большая аудитория подключилась для того, чтобы узнать, а что будет-то после этой драки. Вдруг CM Punk реально уволят, или какие будут последствия. Но потом, когда Тони Хан сделал свои объявления, то что об этом мы еще поговорим, в общем рейтинги тут же пошли вниз, и в конце шоу досматривали 800 тысяч, они потеряли 340 тысяч, по-моему такая цифра, сначала шоу до его конца. То есть, ну вначале, да, зрителей может чуть-чуть и привлекли, но это вот такой вот мелкий всплеск, и потом это уйдет в никуда. Чтобы по полной как-то вот раскочегарить эту тему, и поднять рейтинги, и поднять шумиху, нужно, ну что-то более глобальное и масштабное, чем вот эти вот какие-то внутриковые склоки между элитой и панком. Мне кажется, что здесь ситуация гораздо проще, просто вот встретились два эго, так сказать, CM Punk и элиты, и они вот бодаются, и не знают, как что порешать. Причем вот год уже находится CM Punk в элите, они никак же толком не пересекались между собой, потому что явно у них есть какие-то там обидки, не обидки, не знаю, но каждый из них носит корону на голове, и он считает себя там царем. Элита, понятно, почему? Потому что они одни из основателей всего этого детища, и они, естественно, считают там себя, ну, одними из главных, что они там неприкасаемы. И тут приходит какой-то панк, который, ну, естественно, у него довольно завышенная самооценка, и если ему хоть что-то не нравится, он об этом будет говорить, и вот, вот, вот это столкновение, эти эго столкнулись, и в итоге теперь непонятно, что будет в дальнейшем, как они будут сосуществовать. Ну и, собственно, на последнем динамите стало несколько яснее, что будет дальше с участниками конфликта. Собственно, всех, как я понимаю, отстранили. Сиэм Панка, Омегу и Баксов полностью вырезали из открывающей заставки, и их вообще никак не упоминали на шоу, ну, а титулы были объявлены вакантными. Чемпионство Трио было разыграно в тот же вечер, и новыми чемпионами стали Треугольник Смерти, Пак, Рэй Феникс и Пентагон. Ну, а следующий мировой чемпион будет определён в рамках небольшого турнира, который закончится 21 сентября. Ну, и у меня такой прогноз, что чемпионом, скорее всего, будет либо Джон Моксли, он станет первым трёхкратным, либо, наконец-то, Брайан Дэниелсон доберётся до главного титула. Ну, мне кажется, финал будет именно таким, Моксли Дэниелсон. Мне кажется, это будет достаточно интересно. Ну, а будущее Сиэм Панка сейчас максимально туманно, потому что, как выяснилось позже, All Out не прошёл для него бесследно и с точки зрения здоровья, потому что в матче против Моксли он получил довольно серьёзное повреждение, а именно разрыв левого трицепса. И несколько дней назад ему уже провели операцию, и теперь его ждёт долгий курс восстановления, который занимает почти 8 месяцев. Так что нескоро мы ещё увидим Сиэм Панка на ринге, даже если у А и Даблы получится наладить с ним отношения, и всё будет окей. Я не знаю, конечно, как в таком вот положении что-то прогнозировать в отношении Панка. Сейчас может произойти просто всё, что угодно. Тут каждый день ситуация может меняться, а спустя 8 месяцев что там как будет, абсолютно неясно. Но я, если честно, не удивлюсь, если отношения А и Даблы и Панка на этом просто закончатся, потому что такие скандалы, ну, всё-таки не проходят бесследно, и как удастся всё это замять, я не представляю. Ну и судя по всему, Янгбакс начали прощупывать почву для своего возможного будущего, и по информации журналиста Райана Фредерика, Янгбакс уже сообщили через своих контактов в Даблы Даблы, что они в целом настроены на то, чтобы рассмотреть предложения компании, если они поступят, по окончании их контракта с А и Дабл, а заканчивается он в январе 2024 года. В принципе, после всего произошедшего, я уже тоже не удивлюсь, если Янгбакс, да и Кенни Омега, что они в какой-то момент реально могут оказаться в Даблы Даблы. Когда-то это казалось просто нереальным, но в этом году, возможно, уже всё. После того, как Коди вернулся в Даблы Даблы, после всех вот этих событий, теперь уже реально возможно всё. Новостей в этот раз так много, что вот эту оставшуюся часть я записываю уже на следующий день. Но что поделать, по-хорошему, конечно, такие новостные ролики надо пилить прям каждую неделю, потому что если растягивать на большее количество времени, то всё, скапливается слишком много всего. Но что поделать, приходится выбирать, я тоже всё не успеваю. Но так или иначе, мы продолжаем промывать косточки AEW и конкретно Тони Хану, потому что перед шоу All Out состоялся ещё такой медиакол, это называется, такой звонок с прессой и всевозможными медиа, где Тони Хан сделал несколько спорных заявлений, скажем так. Во-первых, его спросили о потенциальной возможности сотрудничества в будущем AEW и WWE в связи с тем, что там, собственно, новый руководитель Triple H. И Тони Хан сказал следующее, что он был довольно оптимистичен, когда они впервые внесли изменения, но теперь я менее оптимистичен, учитывая то, как они отнеслись ко мне. Тони Хан не стал подробно раскрывать, что он имеет в виду, но, скорее всего, речь шла о том, что представители WWE вроде как связывались с некоторыми представителями ростера AEW и пытались их как бы переманить к себе. Ну, на самом деле, чего-то зазорного в этом я прям не вижу, потому что в любом случае WWE не может просто вот так прийти и выбрать тех, кто им интересен из ростера и забрать к себе, потому что все равно, ну, во-первых, у рестлеров есть свои как бы планы на то, где они себя видят и как они хотят планировать свое будущее, да, во-вторых, все это регулируется все-таки юридически, там контракты прописаны очень четко, какие нужно платить отступные, если контракт разрывается раньше срока и все в этом духе, то есть, скорее всего, там просто они как бы показали, что да, они интересуются тобой, чувак, если у тебя закончится контракт с AEW, ты можешь подумать о том, не пойти ли тебе к WWE, возможно, там тебе будет лучше. Я думаю, что только и всего. Ну и особенно странно слышать такие замечания от Тони Хана, у которого большая часть ростера состоит из бывших рестлеров WWE, да, многих из них он уже подписывал, когда они были уволенными, были свободными агентами, но далеко не всех. Например, Адам Коул, очевидно, что с ним связывались еще тогда, когда он был на контракте в WWE, выступал в NXT, собственно, вы помните, что он буквально вот провел свой последний матч на тейковере 35 и через несколько дней уже появился на All Out. И так, я думаю, было со многими. По-моему, даже Джон Моксли в 2019 году уже знал до истечения своего контракта с WWE, что он пойдет после этого в AEW и довольно в скором времени уже он дебютировал на Double on Nothing, так что это нормальная практика и что тут Тони Хан возмущается, я не очень понимаю. Было и еще одно спорное заявление Тони Хана с того самого Медиакола, которое активно обсуждалось в сети, касалось оно Thunder Rose и его спрашивали о том, почему, дескать, когда CM Punk объявлял о своей травме, когда был введен временный мировой титул, ему дали полноценное промо, 8-минутное, на ринге. А вот недавняя ситуация, когда Thunder Rose сообщила о травме, ей дали просто там небольшую закулисную речь на полминуты и на этом все. И Тони Хан ответил в данном случае весьма прямолинейно, но несколько туповато, на мой взгляд, потому что он сказал, что я даю телевизионное время, исходя из того, что, по моему мнению, принесет наибольший рейтинг. И он прямо сказал, что я думаю, что 8-минутная промо Панка принесет большую зрительскую аудиторию, чем 8-минутная промо Thunder Rose. По сути, все логично и можно даже похвалить Тони Хана за честность, за то, что он дал вот такой открытый ответ, но, если подумать, будучи все-таки владельцем промоушена, главным лицом, говорить такие вещи и сравнивая своих исполнителей, при том, что, ну, Thunder Rose это как бы чемпионка AEW, это тоже не последнее лицо, а он здесь, ну, прямо ее опускает, говоря о том, что, ну, она таких рейтингов, как Панк, не принесет. По факту, вот эта вот фраза, которую он сказал, то, что, ну, наверное, промо-панк будет популярнее, чем промо Thunder Rose. Это очевидно, это понятно всем. По сути, этот вопрос был, ну, банальной провокацией, с которой Тони Хан не справился. Все-таки, будучи на таком посту, нужно, ну, как-то думать о том, что ты говоришь и быть несколько дипломатичным. Можно было выразиться, ну, как-то по-другому. Тем более, что ситуация здесь все-таки несколько разная. Когда уходил CM Punk, он только-только выиграл это чемпионство. Он получил травму непосредственно в этом матче и было понятно, что вот на том шоу, я, кстати, не помню, это был Динамит или Рэмпейдж, но не суть важна, было понятно, что там должно было быть его промо в любом случае. Травма у него, не травма. Он, как новый чемпион, CM Punk, естественно, должен был сказать какую-то речь. Поэтому наличие того сегмента, оно, в принципе, даже, не обсуждалось и не подвергалось сомнению. У Thunder Rose уже был полугодичный титульный рейн и вроде как даже она настаивала на том, чтобы титул все-таки вакантировать, а не делать какое-то там временное чемпионство. Ну, не знаю, насколько это действительно так. Но еще проходила информация, то, что Тони Хан, в принципе, узнал об этой травме чуть ли там не за час до Динамита. И вот этот матч за временное чемпионство был организован в очень сжатые сроки. Это можно было объяснить, отвечая на этот вопрос. Вот то, как я сейчас это сделал. То, что Панк был тогда новым чемпионом, у него был прописан букинг таким образом, что, да, у него должно было быть промо, а у Thunder Rose это просто форс-мажор. Поэтому мы вынуждены были дать ей просто небольшую речь. Большой она бы не потянула, у нее там проблемы со здоровьем и все такое. Можно было как-то выгруститься, но не говоря вот прямо несколько опуская свою сотрудницу. Мне кажется, это довольно показательный момент, что на самом деле Тони Хану все-таки не достает какого-то менеджерского опыта или какой-то мудрости, я не знаю. И он временами действительно действует и ведет себя как ребенок. Почти сразу после проведения шоу All Out стало известно, почему матч Джангл Боя и Кристиана Кейджа практически не состоялся. Он продлился полминуты и сначала там Лучезавр ушатал Джангл Боя, а когда тот смог выйти на ринг, Кристиан Кейдж удержал его после парочки приемов. Выяснилось то, что у Кристиана Кейджа на самом деле травма, у него то ли тоже порван трицепс, как у Сиэм Панка, то ли что-то в этом духе. В общем, повреждения очень похожи, и скорее всего он тоже не сможет выступать в течение нескольких месяцев. И это грустно, потому что в этот фьюд конечно вкладывались, ему уделяли довольно много внимания, и в итоге вот все как-то не срослось, не получилось. Но мне кстати понравилась идея Костина Биева с Рестлинг Бар, которую он выдвигал, то, что вот Лучезавр сейчас по сути в каком-то смысле заменит Кристиана Кейджа, и акцент в этом сюжете сместится на противостояние двух бывших сокомандников Джангл Боя и Лучезавра. А Кристиан, если у него действительно повреждения именно руки, то в принципе ему ничто не помешает работать как менеджер, как представитель Лучезавра и собственно также вкладываться в развитие этого сюжета. На последнем выпуске Динамита сменился пьюр чемпион Ринго Фонар. Дэниел Гарсия победил Уиллера Юту и собственно отобрал у него чемпионство. Вроде бы и весомое достижение, а вроде бы учитывая количество титулов в АИВ и вот в принципе во всей этой структуре, которая подчиняется Тони Хану, куда входит собственно и Ринго Фонар, как-то это уже и не выглядит как что-то прям серьезное. Что касается самого Дэниела Гарсии, то меня лично он не особо впечатляет. Особенно это касается его, скажем так, презентации. То есть как он говорит, как он выглядит. Мне вот не особо интересно за ним наблюдать. Да и матчи с его участием, если честно, мне тоже всегда казались скучными, по крайней мере то, что я видел, но последних его матчей я, честно признаюсь, не смотрел. Возможно, там он действительно показывает какой-то прогресс и действительно не просто так, наверное, в нем что-то увидели, не просто так ему дают такое продвижение. В принципе, он еще молод, еще все впереди, так что будем наблюдать за его судьбой. Не так давно появилась информация, что AEW покидает участник неоспоримой элиты Бобби Фиш. Его контракт с компанией подошел к концу и его не стали продлевать. Вроде как там были свои причины, там и по деньгам, кажется, не сошлись. И еще появилась информация, что у Фиша был какой-то серьезный конфликт с FTR и особенно с Дексом Харвудом. Ну и будем честны, все-таки за последние годы Бобби Фиш ну очень часто получал травмы, очень много сидел на больничном, да и возраст уже не тот, совсем скоро ему стукнет 46 лет и это весьма немало. Но, конечно, мне как-то обидно, что в AEW не смогли как-то полностью реализовать потенциал с неоспоримыми, потому что ну это действительно мощная группировка и я прям очень хотел увидеть полноценный такой сюжет, фьюд между неоспоримыми и элитой и какие-то наброски были. Очень интересно развивалась вот эта история, когда Адам Коул метался между Young Bucks и Redragon и даже где-то доходило до открытого противостояния, но все равно это вот как-то не докрутили до максимума, не докрутили до нужных кондиций, потенциал был куда выше. Ну и вообще непонятно, что сейчас будет с неоспоримыми, потому что вот Бобби Фиш уходит, Адам Коул только-только восстанавливается после сотрясения на Forbidden Door, который он получил. Ну а у Кайла Урайли недавно была проведена операция на шейном отделе позвоночника и скорее всего восстанавливаться он будет довольно долго. И еще одна недавняя потеря AEW, на этот раз даже более существенная, это Малакай Блэк. Вообще в последние две недели ходило довольно много разговоров об этом, то что Блэк хочет расторгнуть контракт, что его беспокоит его психическое здоровье на фоне проблем в личной жизни и тем, что ему не нравится как представлен его персонаж, не нравится его букинг и то, что в целом он хотел бы сделать какой-то перерыв от рестлинга. Ну и значит, после матча на All Out он обнялся со своими партнерами по House of Black и вроде как попрощался с фанатами, а через какое-то время прошла такая информация, что да, его все-таки освободили от контракта, то что они нашли какой-то компромисс с Тони Ханом, но уходит он на каких-то определенных условиях, которые не раскрываются, но все инсайдеры сходятся на том, что там, скорее всего, прописано, что какое-то время он не сможет там вернуться в WWE в течение ближайших месяцев, а может и вообще не сможет выступать в каких-то там других телевизионных промоушенах. Это мы пока не знаем, в чем заключаются все эти условия, но я желаю Black'у только лучшего, мне он очень нравится как рестлер, надеюсь, что он все-таки еще вернется и покажет себя, и опять же обидно, что все-таки за этот год с небольшим, что он пробовал в AEW, его потенциал тоже не был раскрыт до конца, поначалу казалось, что, блин, да, это будет еще один такой мощный претендент на титул, а в итоге как-то чем дальше, тем хуже все становилось, и как-то серьезного продвижения за все это время ему так и не дали, и вот вроде бы группировка даже собралась очень мощная, House of Black, это все смотрится весьма круто, но появляется чемпионство Трио, и они в турнире за эти титулы вылетают практически сразу, насколько я помню, тоже ничего не добиваются, и, конечно, наверное, такой букинг до канал Малакая Блэка, я буду, на самом деле, даже не против, если он в какой-то момент все-таки вернется в WWE, может быть, сейчас под руководством Triple H для него что-то интересное и придумают. Еще небольшая новость про Малакая Блэка, недавно он стримил на Твиче, и там он заявил, то, что Судный день это просто копия House of Black, то, что WWE копирует его идеи, но он ничего с этим не может поделать. И тут я с ним в корне не согласен, ничего принципиально общего между этими группировками я не вижу, и что-то мне кажется, что если он реально так думает, возможно, Блэку правда стоит сделать какой-то перерыв от рестлинга, освободить свои мысли, потому что тут он реально очень сильно загоняется, на мой взгляд, и даже не самый просвещенный фанат рестлинга назовет с полдюжины подобных группировок с каким-то около мистическим антуражем, которые будут чем-то похожи на House of Black или на судный день, но вот так утверждать, что это какой-то плагиат, это очень опрометчиво. Очень неприятная новость пришла из стана Impact Wrestling, участник группировки Violent by Design Джо Доринг на некоторое время прекращает свои выступления на ринге, и связано это с тем, что к нему вернулась болезнь рак мозга, которую у него диагностировали еще в 2016 году, тогда он смог побороть болезнь, смог вернуться на ринг, но теперь вот спустя 6 лет болезнь снова дала о себе знать, теперь ему предстоит операция и скорее всего долгий курс реабилитации, но мне остается только пожелать ему здоровья, надеюсь, что все обойдется и Джо Доринг сможет еще раз надрать задницу раку. Ну а напоследок выпуска несколько лайтовых новостей, первое, что меня зацепило, это Джей Уса и его новые татуировки, он решил забиться просто по полной программе, он дополнил свою татуировку на груди, а также забил обе ноги, смотрится татуировки кстати довольно круто, да и в принципе молодец, продолжает традиции семьи, если вы не знали кстати, то еще Питер Майви дедушка Дуэйна Джонсона, он тоже был очень мощно забит и у него тоже были забиты ноги, область таза, я даже не представляю насколько это нестерпимо больно было, я не специалист конечно в тату, но мне кажется, что вот эти места как раз одни из самых болезненных. Рэнди Ортон все еще продолжает залечивать свою травму спины, но недавно он подарил нам небольшой забавный инфоповод он писал у себя в твиттере что-то про свою дочь которую зовут Бруклин Роуз Ортон и когда он это написал он вдруг осознал что инициалы его дочери Бруклин Роуз Ортон это просто бро ну это просто сама судьба я не знаю это очень круто и я с нетерпением жду возвращения Ортона и воссоединения Аркей бро ну а для тех кто пропустил соответствующий пост в нашей группе ВКонтакте я хочу познакомить вас с одним из самых необычных гиммиков которые я только видел в рестлинге это пицца-шеф Луиджи Примо который продолжает накручивать тесто для пиццы прямо во время матча смотрится это безумно потешно но как же это оригинально по-моему просто замечательная идея побольше бы такого в инди-рестлинге ну и на этом наконец-таки все большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца я пока еще не представляю сколько будет идти конечный вариант этого ролика но похоже что было долго но надеюсь что вы не заскучали и вам было интересно если так то ставьте лайки подписывайтесь на канал и оставайтесь вместе со мной будем вместе обсуждать мировой рестлинг до новых встреч друзья пока-пока мировых когда сегодня дела н clause потому что все оно должно в основном все сейчас мы вот пока Продолжение следует...